Здравствуйте! Вы смотрите программу ПРО. В ней мы знакомимся с новинками на потребительском рынке и общаемся с ведущими специалистами города и области. И сегодня программу ПРО проведут Стас Чибриков, Василина Катаева и Яна Соловьева. Весна подходит к концу, наступает летний период. Это что? Время тепла, время загара, время шашлыков, время поездок за гор. Но давайте не будем забывать, что лето у нас короткое, и сани надо готовить летом, уже подготавливаться к зиме. И дом утеплять тоже надо летом. А о том, как утеплить дом, смотрим в нашем следующем сюжете. Конечно, каждому, у кого и загородный дом, хочется, чтобы он был теплым и уютным. А вот как этого добиться, давайте будем выяснять вместе. А выяснять будем на выставке, демонстрирующей инженерное оборудование, а также материалы для строительства и обустройства загородной недвижимости. С чего начинается строительство дома? Конечно же, с закладки фундамента и возведения стен. Сергей, скажите, что это за материал? Пенопласт, не пенопласт, бетон, не бетон. Я вижу, он достаточно прочный и очень легкий. Что это? Этот материал называется полистирол-бетон. Он действительно в себя вмещает сразу одновременно несколько свойств. В первую очередь, это теплоизоляционные свойства, которые дают вот эти вот полистирольные гранулы. Он идет на основе цемента с водой, которая дает прочность. Из этого материала строят дома высотой 2-3 этажа. Этот материал примерно где-то на 23% теплее, чем газобетон, в два раза теплее дерево. Есть некоторые особенности. Шурупы, саморезы и гвозди практически невозможно использовать для внутреннего крепления. Все очень просто. Когда мы подходим к стене, нужно брать специальные дюбеля. Вот это дюбель для ячейстого бетона. Вот на таких дюбелях висят кухонные гарнитуры, водонагреватели, все что угодно. Встроенный дом можно утеплить снаружи. Вот некоторые способы. Первый. Теплоизоляционный материал крепится к стене с помощью клеевого раствора, затем происходит отделка штукатуркой. Второй способ. Создание трехслойной невентилируемой стены, где утеплитель крепят специальным раствором. После чего строится внешняя стена толщиной в один кирпич. Между утеплителем и новой стеной должен быть воздушный зазор. И, как вариант, третий способ. Вентилируемый фасад. За счет чего происходит сбережение тепла? Сбережение тепла происходит за счет того, что мы делаем снизу теплоизолирующий пояс из утеплителя. Тем самым мы отсекаем приточек холодного воздуха. Стена дышит за счет воздуховодящих щелей, находящихся сверху, и вертикальных стыков, потому что панель сама не герметизируется. Дом построен, стены киплины, настало время подумать о системе отопления. Тут все традиционно. Для этой цели используются всевозможные печи и уже полюбившиеся в Сибири твердотопливные котлы. Сырьем для которых может служить уголь, дрова, брикеты, билеты. Если мы возьмем средних размеров загородный дом, пусть это будет 100 квадратных метров. Какой мощности котел вы бы посоветовали? На 100 квадратов в среднем 12-15 киловатт. Котел подходит. Ну, автомат непосредственно вот прям 12 киловатт. То есть вот? Прям вот этот. Прям вот самый оптимальный подойдет. Такие котлы производятся только в напольных вариантах, имеют большую массу и, как правило, при загрузке топлива может выделяться небольшое количество дыма. Поэтому было бы неплохо выделить помещение под оборудование. Впрочем, отдельная котельная не помешает для любых печей. Неплохим дополнением к основному отоплению могут послужить солнечные панели. Перед вами представлен солнечный коллектор. Его задача греть воду, которую мы можем использовать как для горячего водоснабжения, так и для отопления помещения. Принцип работы этого коллектора заключается в том, что он преобразует солнечную энергию в горячую воду. Несмотря на кажущуюся хрупкость, панели достаточно прочные и могут прослужить верой и правдой до 20 и более лет. Их главный недостаток – цена. За такой уже полностью смонтированный комплект, состоящий из двух панелей, придется выложить порядка 220 тысяч рублей. Зато в период эксплуатации не надо будет тратиться на нагрев воды. Самое теплое место в загородном доме – это, конечно, баня. Да-да, вы не ошиблись. Я сейчас нахожусь действительно в бане. О ней и поговорим со специалистами. Как работает этот аппарат, как подключаем воду, куда она потом девается, как это лучше всего сделать? У нас есть несколько вариантов. Первый вариант самый распространенный – это когда воду набирают через шланг сверху, наливают. Для слива воды у нас есть отдельный кран. Там, куда сливается вода, вы уже можете это сделать либо в дренаж, либо на территорию куда-то дальше. А нагревается чан либо с помощью печки. Ну, там дрова везде используется. Либо это будет печка, либо это открытый огонь, либо у нас есть ветрозащита. Такие чаны лучше всего устанавливать на улице. Это существенно сэкономит семейный бюджет, так как нет необходимости возводить саму баню. Однако в сильные морозы и ветра будет уходить много дров для нагрева воды. Конечно, то, что мы показали вам сегодня – это лишь небольшая часть из мира современных технологий загородного строительства. Мир высоких технологий не стоит на месте, а значит, будет повод для новых сюжетов. Что хочу добавить к этому сюжету? Вот показывали там кирпичи, очень легкие, с пенопластом внутри. Пенопласт внутри должен быть очень мелкий. Тогда это первичные обработки. Ну и, конечно, чан. Мне больше всего чан понравился. А вот скажи, пожалуйста, про безопасность. Насколько все эти способы безопасны, если что-нибудь загорится? Все сертифицировано, все абсолютно безопасно. Конечно, это очень серьезно. Василин, ты недавно уезжала, и пока тебя не было, мы провели эксперимент со Стасом, еще с ребятами. Закупили одни и те же продукты по минимальной цене в разных магазинах. Как ты думаешь, Василин, что из этого вышло? Ну, сложно предположить. Вот, значит, смотрим сюжет. Ребят, наверняка многие из нас помнят те времена, когда за такими вкусными продуктами, как конфеты, сыр, колбаса, нам приходилось ездить в какие-то невероятно далекие районы. Например, в Академгородок, который тогда снабжался лучше. В торговый центр. Вы что, не помните эти времена? Я помню, правда, когда только на Хиловске ездил. А вот сейчас, мне кажется, супермаркеты есть практически в каждом дворе, и ездить куда-то далеко нет необходимости. Ну, и самые распространенные из них – это Марьера, Пятерочка, Горожанка, Ярче. Ну, один из них хотя бы есть практически в каждом микрорайоне. Предлагаю остановиться вот на тех магазинах, про которые ты говорил. Пять магазинов. Да, пять магазинов. И сравнить цены на одни и те же продукты. Так, ну, чтобы все было по-честному, я вот раздаю вам список товаров, которые есть в продуктовой корзине нашей страны. Их и будем приобретать. И тогда я предлагаю тянуть жеребий. Кто в какой магазин идет? Ну, с 3-4. Опа! А, я самая счастливая. У меня два магазина. А у меня, Горожанка. Магнит. Эй, Дярочка. Важное условие. Все участники должны придерживаться установленных правил игры. Первое. Из входящих в список продуктов выбирать только самые дешевые каждого именования. Второе. Приобретаемые товары не должны участвовать в каких-либо акциях. Третье. Пользоваться бонусными и иными предложениями магазинов запрещено. Мне достался магнит. Ну, магнит так магнит. А вот и сам список продуктов. Хлебопулочные изделия. Крупа. Гречка и рис. Мука. Самая востребованная. Вышка. 1 килограмм. Десяток яиц. Овощи. Макароны. Молоко пастеризованное. 2,5% жирности. Мясо. Масло и растительное. И сливочное. Чай рассыпной. 100 грамм. Соль. Сахар. Только эти. Только эти без скидки. По правилам экспериментов, что покупают только то, что без скидки. Что тебе досталось? Лен, представляешь, досталось целых два магазина. Мария Ра и Ярче. А мне горожанка. Она ближе всего к студии. Хорошо. Ага. Пока. Товары, которые мы взяли за основу для нашего списка, входят в продуктовую корзину нашего региона. И рассчитаны на определенный срок. В нашем случае это неделя. А их количество и состав предназначены для сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности человека. Макароны, макароны. Смотрим. По цене, по цене нам подходят вот эти макароны. Их и берем. Теперь нам нужно купить яйца. Но это самое привлекательное. Так, это акционы. Товарь нам не подходит. Поэтому мы берем... Это то, что нужно. Тем временем Лена штурмует при лавке горожанки. Что касается торгового зала. Что бы ни говорили сотрудники магазина, это общественное место. Поэтому снимать здесь разрешено законом. Но только там, разумеется, где располагаются товарные витрины. Напомним, Миша досталась пятерочка. Вот самое дешевое масло. Тем временем совершения покупки. Ну что ж, все продукты куплены. Пора подвести итог. О, наконец-то. Наконец-то ты пришел. Я последний, что ли? Самый последний. Зато у меня самые низкие цены. Ну вот давай сейчас и сверим. 626 рублей. У меня 759.40. 735.80. 718.50 и, внимание, 625 рублей. Победила. Да. А мне зато в магазине очень помогали. Выбирали и даже подходили и спрашивали, помочь ли вам чем-нибудь. Ну ты девушка, потому что. Я красивая. Красивая. Красивая девушка. Красивая. Лена, тебе тоже помогали? Вообще не помогали. Где? Поэтому в студии все конкретно разберем. Хорошо. Хорошо. В любом случае на объективность претендовать до конца мы не можем, потому что сегодня акция в одном магазине, на этот товар завтра в другом. Цены меняются, появляются новые товары, уценяются, дорожают и так далее. То есть, ну, среднюю прослойку, так сказать, мы оценили. Ну да, нельзя сказать, что эксперимент был 100% чистый, потому что в некоторых магазинах мы практически не нашли какой-нибудь товар без акции. Нам приходилось его покупать по акции. Поэтому цены и победитель действительно на момент проведения эксперимента. В любом случае это было весело, поэтому, Василина, в следующий раз отправляйся с нами. Хорошо. С продуктами все ясно. Давайте перейдем к выбору техники для дома. А конкретнее к очистителям воздуха. Как бы тщательно мы не убирали дома, терли, мыли, пылесосили, это напасть. Так просто не сдается. Пыль попадает в наши дома, пыль оседает на нашей одежде, на мебели, пыль попадает в наши легкие. Я не согласен с этим мириться. Не только комнатный воздух нуждается в очистке от пыли, микроскопических клещей, запахов. И свежий уличный воздух порой не так свеж. Загазованность и пыль проникают в наше жилье через окна и щели. Все это может привести к болезни верхних дыхательных путей, аллергии. Возможно ли это исправить? В борьбе за чистый воздух к нам на помощь приходят приборы, очистители воздуха. Идея в том, что воздух, проходя через специальные пластины, которые есть в этом устройстве, под действием так называемого ионного ветра, проходит через них и разлагается на ионы. В итоге воздух становится таким, как после грозы он бывает приятным для ощущения. Да, это именно оно. А кроме того, вот эти ионы прилипают ко всем частичкам, которые есть в воздухе. Эти частички, вместо того, чтобы быть в воздухе, осаждаются на стенах, полу, диване, в общем, в воздухе. Частички пыли. Их гораздо меньше становится в воздухе, просто потому, что они ионизируются вот таким устройством. Поэтому частота проведения влажной уборки, особенно в месте установки прибора, увеличивается. Основной плюс такого ионизатора в том, что он достойно выполняет свою главную функцию. Очищает воздух и при этом не требует дополнительных расходных материалов. Все очень просто. Если человек, даже такой далекий от техники, каким я являюсь, захочет очистить очищающие поверхности, он очень просто может это сделать. Достав эти пластинки, протереть, промыть под краном. И также очень просто обратно поместить и закрыть. В чем минус? Минус прибора в том, что он фактически не делает больше ничего, кроме того, что очищает воздух. То есть ни чая заварить, ни... Да, к интернету через него подключиться тоже будет непросто. Ко всем ионизаторам в полной мере относится принцип «слишком хорошо – тоже плохо». Использовать их в постоянном режиме не следует. Помимо полезных аэроионов, ионизаторы образуют озон – газокислитель, который может накапливаться в закрытом помещении и тем самым наносить вред здоровью. Следующий тип очистителя воздуха – классический, со сменными фильтрами. Воздух проходит сквозь несколько фильтров. В первую очередь это фильтр очистки, который захватывает на себя очень крупную пыль, шерсть животных. Тополинный пух. Если залетит. А дальше видим мы комбинированный фильтр, который, ну, в данном случае он новый, нераспакованный. Состоит он из так называемого хепа-фильтра, то есть фильтра, задерживающего мельчайшие частицы. С обратной стороны мы видим угольный фильтр. Этот фильтр берет на себя запахи. А сейчас познакомимся с совершенно фантастическим вариантом. Это, я так понимаю, уже космический аппарат, да? К тому близко. Система приточной вентиляции. Она же бризер. Устройство, имеющее две основных главных титульных функции. Во-первых, это устройство, которое может с улицы засасывать воздух, прогонять его через каскад фильтров и тем самым насыщать помещение свежим, теплым, очищенным воздухом. То есть для того, чтобы этот аппарат в полную мощь работал и показал себя во всей красе, нам необходимо уже отверстие в стене какое-то? Именно так. 12-сантиметровое отверстие. Сверлится под вот это вот прижимное кольцо. И когда мы вешаем аппарат на стену, нет никаких сквозняков. То есть просто оно плотно прижимается к стене. Аппарат способен сам определять, насколько пыльный воздух, и включать либо выключать себя, причем на разных режимах. То есть в автономной работе аппарат, скажем так, понял, что воздух в комнате грязный, он сам включился, очистил, далее... Начал крутить его по кругу, так называемая рециркуляция. Очистил, выключился. Несмотря на множество опций, решающих сложные задачи, этот бризер прост в эксплуатации. Например, вот так легко производится замена фильтров. Фильтр самой грубой механической очистки, который можно... который можно помахать, который можно помыть по струю воды. В борьбе с пылью конструкторская мысль продвинулась далеко. Однако не стоит забывать, что чистый и здоровый воздух в нашем доме не только дело техники. Без старых добрых тряпки, швабры и проветривания нам по-прежнему не обойтись. Вишенка на торте. Вуаля! Как ты считаешь, Стас, вообще нужна эта вещь? Смотри, с одной стороны, жили как-то и нормально, да? Ну да. С другой стороны, если можно сделать дома такую свою мини-экологию, улучшить ее каким-то образом, почему и нет? В принципе, можно пить воду из-под крана, но мы устанавливаем фильтры и так далее. Я кипяченый пум. Ну, кипячение – это тоже своеобразный способ очистки. Ну да. Ну, вообще, каждый для себя сам решает, нужно покупать чиститель воздуха или не нужно. Но если есть дети в доме или… И деньги. И деньги, или те, кто болеет, например, аллергией или астмой, то, наверное, необходимы предметы. А еще больше интересных и необычных фактов и новостей с потребительского рынка вы увидите в наших следующих программах. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утренние часы и на нашем сайте nsk49.ru. С вами были Василина Катаева. Станислав Чибриков. И Яна Соловьева. Пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова